В Центральном парке Орска начала свою работу демонстрационная площадка, где пострадавшие от паводка могут ознакомиться с проектом нового микрорайона Звездный, который расположится в северной части города. Отдельно можно рассмотреть строительные материалы. Официально площадка с экспозициями еще не открылась, о дате мероприятия пока не сообщается. Однако уже сейчас арчане, жилье которых не подлежит восстановлению после наводнения, могут получить здесь ответы на интересующие вопросы от специалистов. Давайте немного прогуляемся по территории. Демонстрационная площадка поделена на две части. На одной специалисты разных строительных компаний возвели несколько объектов, благодаря чему можно увидеть, например, каркас или облицовку. На второй части площадки выставлены баннеры, где представлены эскизы и проект нового жилого комплекса Звездный, который, как мы говорили ранее, расположится в северном микрорайоне. Здесь, по словам главы Орска Василия Казупицы, заложено порядка 300 участков под строительство. На площадке арчане могут увидеть четыре варианта домов. Один из них представлен как индивидуальное жилье, три других – как дома на двух хозяев. Здесь указана общая жилая площадь и каждой комнаты. Также на баннерах представлена планировка домов и обозначен их внешний вид. Для новых жильцов подрядчик зальет пол, оштукатурит стены, а также установит натяжные потолки. На выставке представлен проект нового микрорайона Звездный для пострадавших от паводка. Он будет находиться в северном микрорайоне, на перекрестке улиц Ялтинская и улицы Маршала Жукова. Здесь планируют построить индивидуальные жилые дома, они обозначены желтым цветом, так называемые дуплексы, то есть дома на двух хозяев. Они обозначены оранжевым цветом. Кроме того, здесь планируют построить многоквартирные дома, но на четыре квартиры. Они обозначены розовым цветом. Также здесь находится недалеко, где-то вот в этой окрестности гипермаркет Лента. Здесь у нас будет находиться, точнее уже находится парк Северный и вот тут будет где-то проходить, точнее уже проходит Оренбургская трасса. Проект многоквартирного дома в микрорайоне Звездный на баннерах не представлен. Демонстрационная площадка пользуется популярностью среди арчан. Люди, которые потеряли свое жилье из-за большой воды, пока находятся в рассеренных чувствах. Визуально новые дома многим нравятся. Отмечает этот факт, что они будут построены из газоблоков, что очень хорошо. Также хвалит и выбранный район под постройку нового жилого комплекса. Но, по мнению горожан, присутствуют и недочеты. По внешнему виду красиво, да, ничего вроде нормального. Если будет газоблок, это хорошо. Мелоблок тоже хорошо. А если пеноблок, это исключается полностью. Это уже не дом будет. Это уже как пушинка нас летит и улетит от ветра. По дизайну вроде ничего. Но вот эти вот большие окна, вот посмотрите сюда, вот эти вот. Это в нашей Оренбургской области, если будет жара, представляете, какая будет жара внутри дома. И вот эти шторы не помогут от жары. Это кондиционер будет все лето работать, во-первых. И сколько энергии потратится, и сколько мы заплатим за энергию. Вот это, мне кажется, вообще не нужно, эта вещь. Это, я не знаю, для кого там, кто любит там дизайн такой красивый. Ну, панорамный вид. Для меня, для обывателя, это слишком большие окна. Это лишнее отопление, это лишняя эта жара летом и зимой, соответственно, она будет больше холода от него идти. Ну, 240-й район мне лично нравится. Ну, конечно, хотелось бы на месте у себя на Форштадте остаться. Ну, мы пока вот лично у нас под снос дом, и мы не знаем, мы в полном таком недоумении еще ничего не понимаем. Ну, уж на крайний случай на 240-й пойдем. Ну, если что, вы готовы, да, сертификат, который получите, обменять его на дом, который вот сейчас предлагают? Ну, не совсем, но вроде как готовы и не готовы, так скажем. Сомневаетесь? Сомневаемся, да. Хотелось бы, конечно, остаться на месте, чтобы сделали дамбу, все-таки мы всю жизнь там прожили, и родители, и все. По району, мне кажется, это вообще перспективно. Я бы еще рассмотрел бы ОЗДП на их месте, потому что ОЗДП такой молодой район. Туда, если воду не протянут, там, ну, будет пользоваться спросом. По поводу проектов, я бы провел все-таки публичные слушания, наверное, их месте, ну, месте администрации, в которых бы презентовал полностью проекты домов, районы, там, инфраструктуру, потому что есть такое переселение будет. Значит, возникнет вопрос с садиками, со школами потом в будущем, с дорогами. То есть сейчас уже вечером, если Ленина, она стоит, считай, на Ялтинской, ну, полностью все, на Тагильской. Как это будет выглядеть, то есть, ну, непонятно пока. Планируется, что новые дома в микрорайоне «Звездный», пострадавшие от паводка, смогут получить благодаря сертификату, который им выдадут в связи с утраченным жильем. Также напомним, глава Орска Василия Казупица ранее заявлял, что в новом микрорайоне дома будут сдаваться под ключ. Здесь делают дорогу и уличное освещение, а проблему с водой решат индивидуальные скважины. А вот на улицах Суворово и Московской будут строить трех и пятиэтажки, а в районе магазинов «Стройландия и Лента» дома в девять и более этажей. Продолжение следует...